Всем привет! С вами Татьяна Холомьева и мой подкаст «Зеленый бизнес», где я рассказываю вам, как начала питомник растения организовать на своем участке. В предыдущих выпусках я вам рассказала про то, как я уволилась, как началась вот с бизнеса 4700 рублей, именно такой размер детского пособия многодетной семьи был в 2015 году. О том, как продала первая саженца клубники в 2016 на 50 тысяч рублей, как очень много училась, переводила разных текстов с иностранных языков, как много общалась с клиентами, практически не спала первые три года, была вся увлечена своей работой и изучением. О том, как нашла людей, у которых тоже были пиксельные питомники, и заручилась их поддержкой, и как вышла на оптовый питомник плодовых деревьев, с которым начала сотрудничество, которым не стали давать саженцы на реализацию. Все это звучит очень замечательно и великолепно, за этим стоит, правда, огромный труд. И еще хочу вам здесь отметить про неуверенность в себе. Дело в том, что, переходя из найма в бизнес, я считаю, что первые полтора года твой мозг только адаптируется к тому, что ты теперь предприниматель. То есть твой мозг только начинает с жалкие попытки масштабироваться, как-то что-то новое видеть, что-то изыскивать. Это очень было тяжело, потому что все-таки работа в найме приучила меня к тому, приходить на работу, определять определенный дел, функционал, и потом уходить домой. И было очень тяжело, что я предприниматель, и теперь такой груз ответственности лежит на мне. И поэтому сейчас мышление, которое у меня на сегодняшнем, в 22-м году, очень сильно отличается от того, что было в 15-м, 16-м и 17-м. Я думаю, что вы должны это понимать. То есть я не мыслила теми категориями, которыми мысля сейчас. Поэтому, когда у меня открылся, казалось бы, вот тебе портал к оптовому питомнику, я подумала, что это слишком круто для меня. Ну и, возможно, в тот момент действительно было слишком круто, и я не смогу как бы с ними работать, да, как такой оптовик, закупать, продавать. И я решила пойти, наверное, по пути наименьшего сопротивления. Возможно, я струсила, испугалась, или это какой-то разум. Я решила организовывать совместные покупки, совместные закупки, совместные покупки, как угодно это называйте. Такой вид деятельности, да, когда один человек как бы собирает заказы и под какой-то процент, да, там за свои, за свою работу берет. В основном было принято 15% и раздает эти саженцы, что делает возможность для участников совместной покупки приобретать в оптовых каких-то там местах товар гораздо дешевле, да, чем он стоит в розницу. И я думаю, ну как же я зашла в один питомник, и сейчас я пойду еще в другие питомники, и я начинаю сотрудничать с питомником еще декоративных. Вы его все знаете, один из самых крупных питомников декоративных растений в России, и еще один питомник плодовых. Тем самым два вот этих питомника оптовых, один декоративных и тот самый первый плодовый, сразу же показывают мне, какое должно быть качество растений. Ну то есть представляете, что я сразу начала работать с двумя, как бы с двумя самыми достаточно крупными питомниками в России, которые сразу же мне вот это вот качество как бы, ну работы, как оно должно быть, сразу заложили. И то есть уже не спрыгнешь, такая была планочка, да, поднята, высокая, не спрыгнешь с нее. И я думаю, так, мне двух питомников мало, я еще нашла третий питомник, и решила, ну как бы, есть такое, да, когда иногда корона жмет, наверное, мне в семнадцатом году, может быть, корона поджала в семнадцатом-восемнадцатом. И очень достаточно быстро с меня ее сняли деньгами, это очень быстро делается, мне пришли саженцы такого качества, которые я не смогла отправить клиентам. То есть они были такого качества, что обнять и плакать из одного из питомников, и я, ну не смогла, хотя я понимаю, что совместная покупка, это когда все участники соглашаются, что возьмут любые саженцы любого качества, поэтому совместные покупки такая маленькая, да, маржинальность, такая маленькая наценка, но я не смогла, даже, несмотря на то, что это совместная покупка, это отправлять было нельзя. Тем более, что я уже за шестнадцатый и семнадцатый год приучила людей, что у меня качество, и что я отвечаю за качество, потому что действительно, работа с качественными питомниками, это очень легко, приятно и удобно. Вот, а ты попробуй поработать, да, с другим качеством. И что я сделала? Я собрала эти саженцы все в кучу и зажгла их. Я сожгла на триста тысяч рублей в восемнадцатом году, что ввело меня в минус, и, ну, то есть восемнадцатый год ввел меня в полный минус, у меня еще висит долг за участок. Я расплатилась со всеми питомниками и минусов, и сама сейчас отправила все клиентам, все, что обещала, все, что было хорошее, замечательно, все, что соответствовало качеству, и все остальное сожгла. И вот, рыдая осенью восемнадцатого года, у меня была гора пепла, и, как сейчас помню, приехали мои первые клиенты, девчонки, говорят, Таня, ну, отдай, ну, не жги, отдай нам. Ну, я говорю, берите вот что хотите. Каждый там себе взял, там, кто-то там два, три дерева, кто-то пять, я говорю, просто забирайте, потому что я их не буду, не больше, ну, как бы не отправлю их, это невозможно, это только обнять и плакать можно. И девчонка там кто-то забрал, потом они мне писали, Таня, ну, они все прижились, они стали хорошие, я говорю, неважно, отправлять такое нельзя, нельзя начинать свой бизнес вот с такого товара. И я сидела осенью, плакала, это значит, у меня кучка, я сейчас помню, бочка металлическая, кучка пепла, то, что осталось от саженцев, минус триста тысяч. И я такая плачущая, я дала тогда себе слово, что никогда я не организую ни одну совместную вот эту вот покупку, совместную закупку, потому что она меня увела в минус, потому что если бы я была нормальным предпринимателем, я бы никогда бы не допустила, что у меня прибыльность, да, вот эта вот маржа 15%, потому что 15% не покрывают ни один риск. Ну, то есть, если бы у меня был хороший бы коэффициент, да, там продаж, ну, два хотя бы, ну, там 2,5, я бы сейчас покрыла бы все вот это вот, да, некачественными деньгами, а то я просто ввела себя в минус. И я обещала себе, больше я не провела, я сказала всем клиентам, что больше никакого, никаких совместных покупок, хотите вот по моей цене, приходите вот по моей цене и покупайте. Не хотите, ищите там, да, другие какие-то места, там, совместные покупки. И еще, что самое важное, было в 2018 году. Несмотря на все мои рыдания, помимо того, что я провела совместные покупки в питомниках, да, растений, я еще провела на оптовой базе, которая занимается удобрением и инструментом. Это была одна из самых интереснейших, интереснейших закупок, которая мне тоже такое дала очень хороший старт. Вообще, все эти закупки мне дали очень хороший старт, несмотря на мои слезы и сопли. Расскажу вам об этом, потому что тоже такая-то история. Не быстро расскажу вам об этом в следующем подкасте. Всем хорошего дня. Делитесь, пожалуйста, моими подкастами с вашими друзьями, знакомыми. Возможно, они им будут не только интересно, но и полезны. И жду вас в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok